МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день вечера утра. Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Мазуряк. Смотрите сегодня в программе. Несите ваши денежки, иначе быть беде. 5 тысяч меня взяли, за что прочищали это, мои все дымоходы. Бдительные жильцы передали полиции подозрительного мастера. Цена профилактики. И поэтому я, получается, пришел сюда своими ногами, а уехал отсюда уже на вызванной скорой. Вовремя обследоваться бесценно. Гордость за доблесть. Год начался с акции «Блокадный хлеб». Общее количество участников у нас в регионе насчитывало более 110 тысяч человек. Высокий статус и новые вершины. «Меняйте счетчики, иначе будете платить в три раза больше», говорят внезапно нагрянувшие представители якобы коммунальных служб. Добавляя новое оборудование, можете купить у нас прямо сейчас. И тут стоит задуматься. Чаще всего мишенью подобной риторики становятся пожилые люди, несмотря на постоянные предупреждения. Очередной обход адресов в Ленинском районе Ульяновска закончился неожиданно для псевдомастеров по очистке дымоходов. В этот раз подозреваемые в мошенничестве под видом сотрудников коммунальных служб ходили по квартирам в поисках доверчивых людей. Предлагали услугу по прочистке дымоходов для подтверждения своей официальности, в кавычках, демонстрировали удостоверение. Я так как-то что-то смотрел, он такой прям слишком живой для коммунального работника. Я его еще раз переспросил, говорю, можно я к вашему удостоверению посмотрю еще разок. Я так близко удостоверение подношу, а там написано какой-то то ли П, то ли ОАО, не помню, какой-то профи, что-то климат. Поводив зажигалкой около вытяжки, для вида что-то там поизмеряв своими неведомыми приборами всегда приходили к одному и тому же выводу. Вентиляция забита, срочно нужно чистить. Если удалось усыпить бдительность, предлагали выбор без выбора. Вам за 5000 рублей предоставить услугу или лучше сразу за 15, потому что так выгоднее. Тут возможны варианты, подход всегда индивидуальный. Отказаться нельзя. Для убедительности рассказы про штрафы на куда более весомую сумму. Наводящие вопросы, четкая дикция, прорва терминологии сразу обескураживают. А разыгранный спектакль со звонком диспетчеру – финальный аккорд игры на доверие. В соседнем доме кого-то обули на 8 штук. Здесь у нас бабульку какую-то на 5000. Вот в соседнем подъезде кому-то чистили, как он говорит, значит тоже кого-то обули. Я погуглил, сколько стоит эта услуга. 500 рублей. Если вызвать управляющую компанию за свои деньги, почистить вентиляционную шахту, одна шахта – 500 рублей. То есть не 8 тысяч. В этот раз что-то пошло не так. Выверенная годами схема засбоила. Я выхожу, а тут уже толпа народу стоит, его уже бить собираются. Оказывается, я сначала из окна немножко поснимал, посмотрел, что будет. Нет, пришли ребят, вызвали из управляющей компании люди. Пришли, вот тут она недалеко, они быстренько прибежали, там парни такие. А тут соседи, значит, уже месяц этого товарища. Он такой молодой, симпатичный парень. Бдительные жители обратились в полицию, сообщив, что неизвестные люди, возможно, мошенники, орудуют в их доме. Согласно сообщениям граждан, после выполненных работ они указывают в договоре завышенную цену оказания данных услуг. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Как же защититься от подобных случаев? Если подозрительные люди уже в доме, лучше позвонить в свою управляющую компанию и перепроверить официальность визита. Осторожность и бдительность – надежное оружие против обмана. На 329 рублей вырастет размер прожиточного минимума в Ульяновской области. Проект постановления опубликовало региональное агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Для работающих сумма составит 11 417 рублей. Уточняется, не изменится до конца года. Самое главное, считают эти деньги теперь по-новому. Подробности у Марины Тимофеевой. Хлеб, овощи, фрукты, сахар, молоко и яйца – всего 11 продуктов питания входили в потребительскую кардину. Она, в свою очередь, закладывается в прожиточный минимум. На выходе в день около 200 рублей на еду. Деньги небольшие, отсюда множество вопросов к системе расчета. Виртуальная сумма не отражает стоимости жизни, скорее, социальные обязательства государства. Берешь сразу, ну, рублей на 500, на 700, а больше как? Меньше не получается, если только хлеб с молоком взять. Я трачу примерно 100 рублей на перекуски. В прошлом году цены на социально значимые продукты подросли, а это более 20 товаров. Правительство Ульянской области запустило проект поддовольственных карт. Поддержка в 1000 рублей для малообеспеченных. Задача общефедеральная – сдерживать цены. На федеральном уровне для стабилизации цен приняты ряд серьезных таких мер. Одно из них является заключение соглашения между производителями растительного подсолнечного масла, рафинированного, дезодорированного, и сахарного песка. Так вот, на эти продукты цены зафиксированы. На полках в торговых сетях должно появиться больше продукции местных производителей. И не только из основного социально значимого списка. В Ульяновской области это широкий спектр от сыров до шоколада. При этом по ряду позиций до сих пор сохраняется определенный дефицит. Безусловно, есть и она будет потребность в мясных направлениях. Это как и крупнорогатый скот, так и овцеводство. То есть тоже здесь потребность не только у нас в регионе, но и в целом в стране. Возвращаясь к социальной математике, дано прожиточный минимум 11 417 рублей. Делим по старой системе расчета 45% на еду, 55% на остальные нужды коммуналка, вещи и техника. Однако в этот раз все по новому потребительскую корзину, по мнению специалистов. Пережиток прошлого из расчета убрали. Основу для расчета прожиточного минимума берется медианный средний душевой доход. То есть это доход, который половина населения страны получает больше него, и половина меньше. И от него берется 44,2%. То есть чем больше доходы у населения, чем выше граждан, получающих больше этого показателя, тем выше будет у нас прожиточный минимум. Некоторые экономисты отнеслись к новшеству скептически. Их позиции строятся на том, что прожиточный минимум неразрывно связан с потребительской корзиной. Отказ от нее, а не пересмотр, ведет как к застою, так и в итоге к снижению самого минимума. Однозначную и окончательную оценку правильности этого решения даст все-таки время. По итогам 2021 года при новом пересмотре необходимого минимума продуктов, товаров и услуг ничто не мешает откатить расчеты на прежние позиции, если опыт все-таки окажется негативным. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, Юрий Давыдов, репортер 73. Добро пожаловать на диспансеризацию. Приглашают лечебные учреждения региона. Период пандемии ставил массовые профилактические программы на паузу, ровно как и плановые вакцинации. Зато сейчас, благодаря снижению роста заболеваемости ковидом и частичным послаблениям, все воскресло вновь. Цену профилактики озвучит Татьяна Домоданова. Увидел рекламу, то, что два дня принимает кардиолог. А меня начала, в общем-то, беспокоить немножко эта проблема с сердцем. В Центре общественного здоровья Сергея Леонидовича сразу же обследовали. Даже экспресс-диагностика показала. 52-летний мужчина на ногах перенес инфаркт. Ему срочно нужно в больницу. И поэтому я, получается, пришел сюда своими ногами, а уехал отсюда уже на вызванной скорой. Доставили в кардиологию Ульяновской областной. Экстренно провели стентирование. Несколько недель на больничном и вот теперь вновь на своих двоих в Центр общественного здоровья, но с несколько иной миссией. В пользу случаем хочу задать вам благодарность всему вашему коллективу за то, что у меня все так оперативно получилось и благополучно закончилось. Спасибо вам за вашу работу. Сейчас исключительно здоровый образ жизни и тотальный контроль за самочувствием. Но ведь и прежде до болезни Сергей правильно питался и занимался физкультурой. Так что к собственной сознательности непременно добавляем медицинское кураторство. Хотя бы один раз в год, не имея никаких жалоб, не имея никаких симптомов, как кажется данному человеку, необходимо проводить профилактические осмотры. Бесплатно и доступно по предварительной записи обследуют в Центре общественного здоровья. Недавно учреждение обзавелось мобильным комплексом, часто выезжает в отдаленные точки региона. Чаще всего медики выявляют риски артериальной гипертензии, а в однозначных лидерах – сахарный диабет. Симптомы, наверное, у пациентов, у которых есть повышенный сахар, немного, так скажем, стертые. И кажется, что вот это выраженная какая-то слабость, усталость либо от работы, либо от каких-то физических нагрузок. Или списывают это на возрастные просто изменения. Да, и когда мы начинаем проверять сахар, бывают такие цифры даже, да, свыше 20. То, что мы сейчас будем делать, это, в общем-то, альтернатива традиционной кардиограмме. Только для того, чтобы пройти обследование кардиовизора, так по названию, мне не придется раздеваться. Все можно будет сделать в таком одетом варианте. Принято, займет всего минуту. Все риски по возникновению различных патологий сердечно-сосудистой системы. Все будет выявлено, и уже если будет надо, то меня отправят на прием в кардиологию. Быстро, достоверно, безболезненно. Ритм у вас хороший. Вот здесь у ноги. Небольшая нагрузочка есть. Требуется дальнейшее обследование. Вот такая результативная профилактика. Телефон Центра общественного здоровья. 8 84 22 32 58 08. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. По следам трагедии ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» обнажило корень старой проблемы. Транспортное сообщение в сельских районах области требует отладки. О том, что необходимо вернуть к жизни, а где нужно проложить новые маршруты пригородных электричек, глава региона заявил на первом же аппаратном заседании в правительстве после траурных выходных. Нельзя, чтобы автобусы дальнего следования шли по трассам битком, подбирая пассажиров в нарушение всех существующих инструкций. Накануне идея получила продолжение. Подробности далее. Мы договаривались о том, что вся наша надежда на то, что после серьезного капитального ремонта этой огромной автомобильной дороги федерального значения нам удастся достаточно быстро давать возможность людям доехать до населенных пунктов, как внутри района, так и в сопредельные регионы. Работа предстоит большая. Немало потребуется вложений из региональной казны. Эта транспортная сеть сегодня завязана в основном на автобусные перевозки пассажиров. Однако далеко не в каждом населенном пункте есть автостанция, где можно купить билет. Результат – люди часами стоят на трассе и набиваются битком в переполненные салоны. Поэтому даже минимальная возможность открыть железнодорожные маршруты – это огромный шанс предотвратить новые трагедии. Сегодня я переговорил с своим коллегой из Пензеской области, где тоже получил их одобрение об открытии этого маршрута. На сегодняшний день предполагаемый маршрут будет составлять по протяженности 132 километра. Из них 82,5 километра будет проходить по территории Ульяновской области. Пригородный поезд будет курсировать по маршруту Кузнецк-Сызрань и останавливаться на 27 станциях. Сам маршрут, а также всю необходимую инфраструктуру и подъездные пути к остановочным пунктам необходимо обустроить в дорожно-строительный сезон текущего года. Прогнозы оптимистичны. Железнодорожные пути и станции в соответствующем состоянии только двум остановкам потребуется ремонт. Но каждый из 17 пунктов на территории региона необходимо благоустроить и подготовить к увеличению пассажиропотока. Что касается пострадавших в январском ДТП на трассе М-5 «Урал», глава региона поручил ответственным лицам уделить им и их близким особое внимание. Все деньги уже на счетах и даже многие уже эти деньги сняли, для того, чтобы закрыть какие-то свои вопросы, долги и так далее. Также деньги перечислены на счета тех, кто находится в больницах. Родственники деньги получили, не сняли только одни пока. Пострадавших и родственников погибших один на один с бедой не оставляют. Главное – помочь людям как можно скорее вернуться к привычной жизни, восстановившись после потери или тяжелой травмы. Случившийся болезненный урок всем ответственным службам. Безопасность на дорогах – важный вопрос. Всего одна оплошность может стать роковой. Доступность медицинской помощи и своевременное ее оказание – одна из важнейших задач не только в пандемии, но и для развития российского здравоохранения в целом. Об этом был предпрезидентом ПФО Игорь Комаров говорил на встрече с главой Мордовии Артелом Сдуновым. Мониторинг при Волжье показал – в округе не все гладко с выполнением нацпроектов. Есть вопросы к повышению доходов жителей. Комаров особо подчеркнул – и в социальной сфере, и в экономике, «в центре всех решений, планов и программ, как неоднократно отмечал президент, должен находиться человек». О том, какие шаги делает наш регион к достижению этой цели, мы рассказываем в наших эфирах. А пока коротко о других, не менее важных новостях. Кудаисты более чем из 15 регионов России съедутся в Ульяновск бороться за призы генерал-майора ВДВ Вадима Орлова. Соревнования пройдут 20 февраля в Орионе по нескольким категориям. Юноши и девушки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки, мужчины и женщины. Последние будут бороться не только за медали. При выполнении необходимых нормативов спортсмены получат звание мастер. Цель на 3 миллиона тонн зерна. В Ульяновской области началась подготовка к весеннепылевым работам. Под урожай 2021 года посеяно более 318 тысяч гектаров озимых культур. Это крупнейшая площадь сева за последние 11 лет. Более половины посевов находятся, по данным мониторинга, в хорошем состоянии. Кроме того, аграрии обновляют технопарк. Дополнительно закупили 183 трактора, 89 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна. 392 единицы прочей сельскохозяйственной техники. Записаться в школу через интернет. С 1 апреля родитель или законный представитель может подать электронные заявления на зачисление первоклассника через единый портал образовательных услуг. А вот пакет документов придется нести по старинке в течение 7 дней после подачи заявления в выбранное вами учебное заведение. Перечень документов можно изучить также на портале образовательных услуг. Ожидается, что в этом году сформируется более 700 первых классов в 407 школах. А количество первоклассник превысит 15 тысяч человек. Работать в рамках закона о СМИ и быть ближе к каждому задачи, которые стоят сегодня перед региональными телеканалами, схожие, несмотря на индивидуальные особенности каждого субъекта федерации. Эфир не умирает, вопреки мнению безапелляционных скептиков, а перетекает в интернет. Как сделать это без потерь для Аринамея, с максимальной пользой и для себя, и для зрителей, обсудили накануне в Москве на 11-й Академии Национальной Ассоциации Телерадиовещателей. Индивидуальные приложения или социальные сети. Федеральные спикеры предложили два основных направления для развития в глобальной паутине коллегам из регионов. Большинство из них более удобным, близким и уже привычным способом коммуникации с теле и интернет зрителями нашли именно второй путь. Безусловно, сейчас это более актуально, особенно для небольших телекомпаний, потому что иногда выдать новости в социальных сетях быстрее и качественнее получается, нежели уже в программах полностью собранных, потому что мы прекрасно все понимаем, что новостные программы, различные передачи, они собираются в определенное количество времени. Задача регионального ТВ быть ближе к зрителю не только физически, не только регулярно появляться на экране его смартфона или планшета, но и психологически. И позитивную, и отрицательную повестку все-таки нужно подавать с возможностями ее решения, с поисками решений той или иной ситуации. Они, в принципе, во многих регионах очень схожи проблематикой, поэтому можно черпать друг у друга идеи. Это очень важно. Что еще важно – контент. Технологии меняются, но объективность, взвешенность, разносторонний подход и подача только проверим. Но информации, актуальные для жителей региона – это то, что отличает настоящие СМИ от групп с подборками слухов, сплетен, скандалов и жареных фактов. Тот же самый контент, он применим, когда на том же Ютьюбе, там спокойно можно включать, можно так же сделать прямой эфир, интернет-трансляция и так далее. И все то же самое. У вас должен быть четкий бренд. Репортер 73 узнаваем и любим. Мы готовы прийти на помощь и рассказать о проблемах, решения которых порой не находилось годами. Мы открыто говорим о социальных явлениях, о ситуации в промышленности и сельском хозяйстве, освещаем новости культуры и спорта, подмечаем нюансы, подключаем экспертов. Все знают – реальность и наши программы доступны как на 21-й кнопке, так и на 9-й. В эфире ОТР, в первом общедоступном мультиплексе. И, конечно, 3W, репортер 73.tv – наш сайт и группы во всех значимых социальных сетях. Не пропустите. Неурожайный номероприятие 2020-й разочаровал многих россиян. Значимые даты – 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 150-летие со дня рождения Владимира Ленина прошли без помпезности, через призму телеэкранов, компьютеров и смартфонов. При этом весомости сами события не утратили. Более того, присвоение Ульяновску звания «Город трудовой доблести» 2 июня отметили залпами салюта. Горожане радостную новость восприняли воодушевленно. Итоги ушедшего года, прошлые и будущие культурные события обсудили представители власти, общественности и волонтерского движения. Мы всегда помнили и чтили во многих школах, например, созданы музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Но 2020-й стал знаковым. Именно в этот год Ульяновску было присвоено гордое звание «Город трудовой доблести». Волонтеры для этого сделали все. Собирали подписи ульяновцев, создали платформу, где можно было голосовать за присвоение статуса. Когда цель достигли, дали старт второму этапу – выбор места, где установят стеллу. Предпочтение отдали территории Дома культуры имени 1-го мая возле Ульяновского патронного завода. За проделанную колоссальную работу всем причастным сказали спасибо. По примеру предков – любить и защищать. За достойную службу почетными грамотами и медалями награждены и представители силовых структур. Некоторые – посмертно. Чтим прошлое, дорожим настоящим, заботимся о будущем. Главное – передать дух патриотизма молодому поколению. В помощь этому – тематические мероприятия. Даже в сложный 2020-й их было достаточно. Год начался с акции «Блокадный хлеб». Общее количество участников у нас в регионе насчитывало более 110 тысяч человек, потому что туда входили и уроки мужества – это всероссийский урок «Блокадный хлеб». Различные мероприятия по выдаче пайка хлеба, которые 125 грамм. Количество проведенных мероприятий на территории региона составило 668 штук. Более 15 тысяч листовок мы раздали информационных. Сохранение памяти и почтение к ветеранам, которых с каждым годом становится все меньше. Пришло время ответить на их подвиг нашей заботой. И мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы жизнь наших ветеранов была обустроенной, комфортной. Чтобы они неизменно находились в центре всеобщего внимания. Как гарантия соглашение о сотрудничестве одной из парламентских партий и Совета ветеранов. Символично его подписали в школе имени Героев Свири. «Президиум уже стал давать конкретные предложения и в закон о ветеранах труда, и в закон о детях войны. И многие-многие другие инициативы мы во вторник уже обсудили». Пандемия отступает, простора для инициатив больше, а поэтому в 21-м наверстаем все, что упустили, и добавим идей еще. Патриотические проекты и знаковые культурные события впереди. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. 2021-й в Ульяновске объявлен годом книги. В следующем году 300-летний юбилей отметит книгопечатание на татарском языке. Этим событием посвящена книжная выставка в Центре татарской культуры. Здесь же представлена уникальная частная коллекция священной книги мусульман. Коран в переводе на французский, финский и десятки других языков. С коллекционером встретилась моя коллега Екатерина Терещенкова. В этой старенькой тетрадке конспекты 30-летней давности. Уроки арабского в университете Рамис Сафин посещал неприлежно. Сегодня жалеют, читать Коран на языке оригинала непросто. В священной книге мусульман в библиотеке журналиста место особое. Такова традиция предков. Коран они заворачивали, скатерни положили тоже наверх, чтобы дети не могли доставать. Потому что этот Коран – святая книга, поэтому нельзя было. Поэтому у нас во всех книжных полках Коран в нижних полках не увидите. Коллекция Рамиса насчитывает почти четыре десятка Коранов, переведенных на языки народов Европы, Азии и Африки, представители которых исповедуют ислам. Друзья и родные, отправляясь в путешествие, знают, какой подарок привезти Сафином. Когда домашняя библиотека перестала вмещать собранные священные книги, журналист организовал выставку. Теперь познакомиться с уникальной коллекцией может каждый желающий. 2021 год в Ульяновской области объявлен годом книги. В Центре татарской культуры открыли выставку, посвященную самой главной книге мусульмана – это Корану. Здесь Коран представлен на различных языках мира. Это и финский, и французский, и азербайджанский, и башкирский языки. Один из самых ценных экспонатов – вот этот полный Коран размером меньше спичечного коробка. Печатное издание 1901 года. У нас был водитель Сергей. Он приносит завернутой бумагой, тряпками, какой-то кожаной кожей. Рамис говорит, по-моему, это ваш Коран. Я нашел, когда чердак разбирали, чердаки, говорит, нашел. Я открываю, да, на арабском написано. Коллекционной точкой отсчета стал рукописный Коран, который Рамис принял от своих прадедов. Уже все затрепано, остальная часть потеряна. Вот кто, они, тогда не так уж много было Коран напечатано, они, каждый человек старался переписать. Это даже для себя какое-то святое дело делает же. Не просто так, как Коран читает, а переписывает полный Коран. Это вот чернелю писали вот это. Здесь, в Центре татарской культуры, открыта еще одна выставка, посвященная 300-летию первой печатной книги, изданной на татарском языке. Манифест у Петра Первого о персидском походе, вышедшем в 1722-м в Астрахани. Экспозиция познакомит посетителей с историей татарской печатной книги в стране. Екатерина Тереченко, Валерий Клочков, репортер 73. Российские десантники штурмовали в Волжские склоны. Первый этап одноименного конкурса завершился на базе Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. 25-километровый маршрут, шесть этапов, команды от каждого соединения и части ВДВ, а также курсанты Рязанского гвардейского училища имени Маргелова вышли на снег и лед. Подробности далее. Марш! Конкурс проводится в два этапа. На первом команды преодолели 25-километровый марш. Сегодня завершился первый этап данного конкурса с выполнением шести специальных задач. Зачет пошло умение передвигаться на снегоступах в связках, индивидуальный спуск и подъем по заснеженному склону, подъем по склону пострадавшего, поиск пострадавшего в ловине и ориентирование на местности. На ночь подразделения разбивают лагерь. Палатки, продукты питания, сменное белье и теплые вещи десантники по условиям конкурса носят с собой в рейдовых рюкзаках. На втором этапе команде из шести человек выдается карта, на которой отмечены задания. Военнослужащие будут соревноваться в преодолении маршрута и разведке целей, метании ручных гранат на точность, стрельбе и стрелкового оружия. Десантникам также предстоит сдать нормативы по эвакуации условно раненого с помощью самодельных носилок на дистанцию свыше километра. Побеждает отделение, которое соберет максимальное количество баллов при выполнении специальных задач на маршруте движения за минимальное время. Та команда, которая станет победителем конкурса «Волжские склоны», отправится защищать честь воздушно-десантных войск на конкурсе «Саянский марш». Конкурс «Саянский марш-2021» – единственная зимняя дисциплина армейских международных игр, которые пройдут с 14 по 17 апреля на базе Центра горной военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. В завершении выпуска о спорте. Принципиальный, агрессивный и интересный хоккей накануне выдали игроки «Ульяновской Волги». Чемпионат России постепенно выходит на финишную прямую. Лидеры уже играют с оглядкой на плей-офф. Семь команд, которого уже, можно сказать, определены. Остался один билет в матче на вылет, и ульяновская ледовая дружина может вскочить в последний вагон. Впереди пять финальных матчей регулярного чемпионата. А пока подробности игры против уральского трубника. Гости до матча в Ульяновске опережали «Волгу» в турнирной таблице, и победа над «Волжанами» могла бы помочь им отрыв упрочить. Но обо всем по порядку. Первый тайм первоуральцы начали активнее и агрессивнее, размочив счет уже на восьмой минуте. «Волжане» сумели собраться и ответить, причем мощно и результативно. На четырнадцатый сравняли, а на двадцать шестой вышли вперед. Гости, мобилизовав, все силы отыгрались, но после пропустили дважды, сумев до свистка на перерыв ответить одним забитым мячом. «Трубник, который мы играли в гостях, и прошло уже два с половиной месяца, да, ну, и трубник сейчас, это две большие разницы, это первое. Просто команда вкатилась, команда действительно прибавила. Ну, а мы второе, мы просто, ну, на силу и волю сыграли сегодня, особенно второй тайм». Второй тайм и вновь перестрелка опасными моментами. Соперники по разу сумели поразить ворота друг друга, но если для первоуральцев забитый во второй сорока пятиминутке мяч стал последним в этом матче, то «Волжане» еще дважды праздновали взятие ворот. Итоговый счет 7-4. «К сожалению, не хватило, чтобы выигрывать такие матчи, да, не хватило нам сегодня запаса прочности, мастерства, но ребята старались, как могли». Победа позволила ульяновской команде переместиться на восьмую строчку турнирной таблицы. Теперь для выхода в плей-офф важно удержать эту позицию на протяжении оставшихся пяти матчей, четыре из которых «Волга» проведет на домашнем льду. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте, смотрите онлайн. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова